Нижний Тагил 20 августа 1919 года, в самый разгар гражданской войны, решением Екатеринбургского Кубернского военно-революционного комитета присвоен статус города старинному заводскому поселению. И вот спустя 60 лет потомки замечательных тагильских мастеровых, а среди них были и Черепановы, создатели первого паровоза, отмечают день своего древнего и молодого города. Эта традиция родилась недавно, однако без нее уже трудно представить жизнь горожан, которые стремятся сделать родной Нижний Тагил благоустроеннее, лучше и краше. Металлурги и машиностроители, химики и горняки, гордость Урала. Нет, не оскудели запасы его флодовых, давших жизнь городу-труженику. На одной из новых шахт работает бригада бурильщиков. Возглавляет ее Геннадий Николаевич Кутуев. На городской партийной конференции он выступил с инициативой развернуть социалистическое соревнование за ежедневное перевыполнение норм выработки на 1%. Это дает значительный экономический эффект. И в движение за сверхплановый тагильский процент включились сейчас уже сотни передовиков и новаторов производства. С крохотных домен и малых прокатных цехов 250 с лишним лет назад начинался Нижний Тагил. Но сегодняшний день здесь большей частью своей принадлежит уже будущему. Дважды орденоносный металлургический комбинат имени Ленина. Идет реконструкция кислородно-конверторного цеха. Здесь трудится и бригада монтажников Леонида Александровича Новокшонова. В свое время бригадир получил орден Ленина за строительство этого цеха. Теперь он участвует в модернизации и расширении его. Главный объект 10-й пятилетки универсально-балочный стан цеха проката широкополочных баллов. Огромный объем работ потребовал много сил, мужества, стойкости. Для областной партийной организации всех строителей области это был настоящий экзамен. И выдержан он на отлично. Это отметил в своем приветствии генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев. В ответ на столь высокую оценку тагильчане вывели стан богатырь на проектную мощность досрочно. Трудовую эстафету от металлургов принимают шестерденоносный уральский вагоностроительный завод. Среди его передовиков и токай-карусельщик Александр Аркадьевич Праведников и электросварщица Валентина Васильевна Леопман. У нынешнего содружества двух индустриальных гигантов славное прошлое. Другие эшелоны и другой груз помнят эти рельсы. По ним из цехов прямо в бой шли грозные 34-ки. Все для фронта, все для победы. Под таким девизом трудились тагильчане в годы Великой Отечественной. По традиции, в день города подводятся итоги социалистического соревнования. Алые ленты новым почетным гражданам Нижнего Тагива. Одной из первых была удостоена этого звания Фаина Васильевна Шарунова. В войну она встала к горну доменной печи. О трудовых подвигах почетных граждан города напомнит потомкам эта аллея. Продолжается праздник. Субтитры создавал DimaTorzok Однако рабочий ритм орденоносного индустриального центра не знает перерывов и остановок. Трудовая бахта мастеров огненного дела, успешно выполняющих грандиозные планы десятой пятилетки, продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова